Приветствую вас. У вашей проблемы есть два, на мой взгляд, важных аспекта. Ну, во-первых, значит, вы пишете о том, что девушка вам нужна только эта. И другими у вас общение не получается. Вот вы знаете, есть прозрение именно в этой части вашего сообщения. Что именно с ней связано что-то, что дало с ней большое значение. Ну, то есть, для чего-то вы же делали все эти вещи, которые делали, направленные на нее. Что-то же вам двигало как-то над ней насмекаться, там, ее злить, раздражать и так далее. Значит, получается, что вы чем-то руководствовались уже тогда. И для вас вот эти действия, которые вы совершали, они именно для вас имели определенное значение. Не такое, каким его видела девушка. И, собственно, это значение ваших действий вы не могли должным образом распознать для себя. Ну, и вам нужно понять, что вы хотели этим показать. Для чего вы начали над ней прикалываться? По вашим же словам. О первом курсе написали вы хорошо отчаянив. Потом вы начали над ней прикалываться. Для чего вы этим хотели сказать? Непонятно. Вот непонятно, для чего вы это сделали. Собственно, если вы сами для себя поймете, будет вам ясно, и какое значение имеет для вас девушка. А если поймете, какое значение она для вас имеет, то легко поймете, какие ваши потребности. И, поняв свои потребности, вы, как это не парадоксально звучит, может быть, сможете лучше понимать, что вам нужно от нее, и почему вы так сейчас к ней стяготеетесь. Почему вы сейчас так не стремитесь. Это вот, наверное, то, что вам хочу сказать. Далее. По второму аспекту. По второму аспекту я бы высказал себя. Вы говорите о том, что боитесь, значит, прийти к ней. Боитесь. Интересно. Почему вы боитесь? Почему вы боитесь к ней прессии? Она вас чем-то страшит. Она, как-то, напрягает вас чем-то. Почему вы боитесь? Опять-таки, вопрос, полагаю, связан со значимостью. То есть, у вас есть чрезмерно много значимости по отношению к ней для себя. Именно поэтому вы боитесь. Именно такова причина ваших страхов. То есть, имеет место быть сверхмотивация спасать себя. И эта сверхмотивация не позволяет вам вести себя адекватно, так, как нужно, так, как ведут себя обычно в подобных ситуациях. Ну, собственно, сверхмотивацию желательно бы убрать. Потому что она вам только мешает. И чтобы ее убрать, я уже сказал, нужно разгрузить вашу потребностную часть, потребностную сферу. То есть, сделать ее более адекватной. Именно по отношению к человеку более адекватной. в том, что касается подхода к ней. Да, то есть, вот, именно подхода к ней. То есть, то, что вам нужно сделать для того, чтобы, ну, условно говоря, подойти к ней. Предположим, вы действительно боитесь. ну, тогда очень рекомендую вам написать ей. Другого оказывается, написать ей письмо. Не вконтакте, там, не в социальной сети, а где-то именно. Вот. Может быть, настоящее, так вот, я бы сказал, бумажное, написать ей письмо. Может быть, просто-напросто написать ей в том же контакте другого аккаунта сообщение, где вы все объясняете. Если не можете сказать, отлично. Но такие вещи лучше все-таки говорить в лицо. Просто потому, что иначе будет вам зло наладить с ней контакт. Зло на вас будет с ней общение. Потому что, если вы ее любите, то, по идее, вы не хотите быть с ней, а значит, вам нужно ее завоевывать. А для того, чтобы завоевывать, нужно совершать действия. А действия вот они. Сейчас. Это уже те действия, которые вам нужно делать. И как бы, если вы этого хотите, если вы этого хотите, то хорошее начало будет. Хорошее начало завоевывать девушку от начала, извинившись перед ней за то, что вы делаете. И объяснить, самое главное, ей и себе, для чего вы это делаете. Ну вот, собственно, думаю, так можно ответить вам на вопрос. То есть, как вы, наверное, поняли, есть два основных направления. Это работа с объективной частью, то есть, почему вы это делали, если для вас это значит, каково-то начать девушке и того, что вы делали. соответственно, повышение уровня, понимание того, ради чего и для чего вы делаете те или иные вещи. И второе, это вот, собственно, выработка наиболее подходящей стратегии поведения по отношению к этой девушке. Понять, во-первых, чего вы боитесь и выбрать такой хороший, но компромиссный способ донести до нее хотя бы то, что вы раскаиваете в том, что сделали. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к могу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!